Статуэтка «Золотой чайки», парящая над волнами для медиа, лиц своего рода как тефи для телевизионщиков. Размах крыльев – символ свободы и неограниченных возможностей в сфере медиабизнеса. Нынешний год для национальной премии «Медиа-менеджер России» юбилейный. Конкурсу исполняется 15 лет. В числе лауреатов премии такие профессионалы, как Антон Златопольский, Александр Роднянский, Роман Петренко, Владимир Сунгоркин и другие. Премия предполагает множество категорий и номинаций. За социальную ответственность медиа среди 10 претендентов в этом году впервые представитель вологодской медиасферы. Компания «Северсталь» выдвинула на премию нашу коллегу Викторию Пименову за многолетнее сотрудничество и создание телевизионных программ «Дорога к дому». Я этому очень рада, что в моей жизни теперь есть такой опыт. Благодаря компании «Северсталь» и благодаря программе «Дорога к дому» я очень давно работаю с благотворительным фондом. И на самом деле счастлива и рада освещать вот эти добрые дела, которые происходят в нашем городе. 22 июня в Москве она представила на суд жюри свою презентацию. За 10 минут нужно было рассказать обо всем – о себе, о городе, о работе, о социальной ответственности компании «Северсталь», которая уже 10 лет финансирует работу благотворительного фонда «Дорога к дому». И, конечно, об освещении добрых дел горожан с экрана телевизора. Сегодня запущено полтора десятка проектов в помощь одиноким мамам, беременным женщинам, детям из неблагополучных семей, семьям, воспитывающих детей инвалидов, обычных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Выступать перед экспертным советом из жюри было невероятно волнительно, рассказала Виктория. Тем более, что конкуренты по номинации очень серьезные и солидные. Некоторые из них уже неоднократно становились лауреатами этой премии и заслуживают огромного уважения. Однако и наша участница наверняка запомнилась экспертом. Несмотря на то, что техника подводила, и видеоряд приходилось запускать несколько раз. Если у кого-то из участников презентация просто музыкой сопровождалась, этот сбой был не столь важен. А у меня это была начитка, то есть информативность вся потерялась из-за этого. Поэтому мне пришлось сначала устно рассказывать о себе, о презентации, потом презентацию заново запускали. Это несколько раз случилось. Но, тем не менее, жюри за креативность мою презентацию точно отметила. По словам членов жюри, Виктория достаточно точно соответствовала заявленной номинации за социальную ответственность медиа. По их словам, Череповцу повезло. Однако, повезет ли нашей коллеге, еще неизвестно. Результаты будут объявлены на вручении премии 2 июля в Москве. До этого момента мы, как зрители, можем участвовать в онлайн-голосовании на сайте Media Manager 2015. Результаты меняются каждый день. Ссылку на голосование можно увидеть в нашей группе ВКонтакте.